Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о компетенциях естественно-научной грамотности и тема нашего занятия «Компетенция естественно-научной грамотности. Умение объяснять и описывать естественно-научные явления». Давайте с вами вспомним, какие компетенции имеет естественно-научная грамотность. Первая компетенция – понимание основных особенностей естественно-научного исследования. 2. Умение объяснять или описывать естественно-научные явления на основе имеющихся научных знаний, а также умение прогнозировать изменения. 3. Умение использовать научные доказательства и имеющиеся данные для получения выводов, их анализа и оценки достоверности. Оцениваемые компетенции и умения Понимание основных особенностей естественно-научного исследования. Эта компетенция имеет следующие критерии. Вспомнить и применить соответствующие естественно-научные задания для объяснения явлений. Распознавать, использовать, создавать объяснительные модели и представления. Делать и научно обосновывать прогнозы и протекание процесса или явления. Объяснять принцип действия технического устройства или технологии. Сейчас мы с вами разберемся, какие критерии имеет компетенция умения объяснять или описывать естественно-научные явления. Эта компетенция имеет критерии распознавать и формулировать цель данного исследования, предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса, выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки, описывать и оценивать способы, которые используют ученые, чтобы обеспечить надежность данных и достоверность объяснений. Критерии распознавать и формулировать цель данного исследования. По краткому описанию хода исследования или действий исследователей предлагается четко сформулировать его цель, предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса. По описанию проблемы предлагается кратко сформулировать или оценить идею исследования, направленную на ее решение или описать основные этапы такого исследования. Выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки. Набор гипотез может предлагаться в самом задании, тогда учащийся должен предложить только способы проверки. Предлагается не просто сформулировать гипотезы, описняющие описанные явления, но и обязательно предложить возможные способы их проверки. Критерии описывать и оценивать способы, которые используют ученые. Предлагается охарактеризовать назначение того или иного элемента исследования, повышающего надежность результата. Предлагается выбрать более надежную стратегию исследования вопроса. Основное требование к заданиям по оцениванию и формированию естественно-научной грамотности. Эти задания нацелены на проверку умений, характеризующих естественно-научную грамотность, но при этом должны основываться на ситуациях, которые можно назвать жизненными, реальными или просто интересными для учащихся. Использование этой компетенции на уроках естественно-научных предметов. Я с вами хочу поделиться своим опытом, как можно применять эту компетенцию на уроках физики. Проект называется «Экономия энергоресурсов». На проекте могут участвовать учащиеся 6-8 классов. И проект очень актуальный. Тема экологическая. И учащиеся могут, не выходя из дома во время карантина, выполнить проект у себя дома на кухне. Мотивация. Знаешь, что нужно экономить воду, уголь, газ и нефть? Если будешь это делать, хватит их на много лет. Так, эксперимент первый. Зависит ли расход энергии от размера конфорки и кастрюли? Цель. Определить зависимость расхода энергии от размера конфорки и кастрюли. Оборудование. Три кастрюли разного диаметра. Часы. Вода. Термометр. Плита электрическая. Ход работы. Взять три кастрюли. Одна с меньшим диаметром дна, чем диаметр конфорки. Другая с равным диаметром. Третья с большим диаметром дна, чем диаметр конфорки. Налить во все кастрюли по одному литру воды. Поставить на конфорку первую кастрюлю с дном меньшим, чем диаметр конфорки. Определить, за какое количество времени закипела вода в кастрюле. После этого выключить плиту, рассчитать срасходованную электроэнергию. Эту энергию равно мощность, умноженная на время работы. То же самое проделать с другими кастрюлями при одинаковых условиях. Сделать вывод и записать его. Учащиеся должны заполнить таблицу, вычислить время закипания воды и вычислить расход энергии. В киловатт-часах. Следующий эксперимент называется «Зависит ли скорость нагрева кастрюли от ее цвета?». Цель эксперимента – определить зависимость расхода энергии от цвета кастрюли. Оборудование, часы, светлые и темные кастрюли, вода, плита электрическая. Ход работы. Налить в темную и светлую кастрюлю по 1 литра воды, поставить кастрюлю на конфорке, конфорке одинаковой величины, мощности или провести опыт по очереди с одинаковым началом условий. Определить, за какое количество времени закипела вода в каждой кастрюле. После этого выключить плиту, рассчитать израсходованную электроэнергию, сделать вывод и записать его. Учащиеся опять-таки заполняют таблицу для темной кастрюли и для светлой кастрюли, вычисляют расход энергии в киловатт-часах и делают выводы. Следующий эксперимент, эксперимент третий. Кипячение воды при закрытой или открытой крышке. Цель эксперимента – определить зависимость расхода энергии от наличия крышки на кастрюле. Оборудование. Часы, кастрюля, вода, плита электрическая. Ход работы. Налить в кастрюлю 1 литр воды, закрыть кастрюлю крышкой и поставить на плиту. Включить плиту и зафиксировать время закипания воды. Налить в кастрюлю 1 литр воды, не закрывать кастрюлю крышкой и поставить на плиту. Включить плиту и зафиксировать время закипания воды. После этого выключить плиту, рассчитать израсходованную электроэнергию в первом и во втором случае, сделать вывод и записать его. Так, учащиеся опять-таки заполняют таблицу, вычисляют расход энергии при данных условиях и делают выводы. Основная цель проекта – научить детей экономить электроэнергию. И, пожалуйста, не забудьте напомнить детям о правилах техники безопасности. Данный проект развивает у детей навыки исследовательские, такие навыки, как навыки наблюдения, умение находить проблемы, умение решать проблемы и другие. Примеры заданий из международного исследования ПИЗа. Задание называется «Одежда». Группа британских ученых разрабатывает умную одежду, которая поможет детям с отклонением развития заговорить. Ребенка, одетого в жилет из уникального электротекстиля, который подсоединен к синтезатору речи, можно будет понять просто по его постукиванию, по чувствительной и прикосновению ткани. Материал сделан из обычной ткани, переплетенной с содержащими уголь волокнами, которые могут проводить электрический ток. При надавливании на ткань сигнал, проходящий через волокна проводники, усиливается, и компьютерный элемент может определить место прикосновения на ткани. Этот элемент может управлять любым подсоединенным к нему электронным устройством, размеры которого не превысит двух спичечных коробков. Главное заключается в том, как мы переплетаем ткань и передаем через нее сигналы. Мы можем вплести специальные волокна в уже существующие рисунки тканей так, что вы этого не заметите, говорит один из ученых. Не повредив материал, его можно стирать, наматывать по круг предметов или складывать. Ученый говорит также, что материал можно запустить в дешевое массовое производство. Вопрос первый. Можно ли качество материала, о которых говорилось в тексте, проверить с помощью научного эксперимента в лаборатории? Обведите, да или нет. Материал можно стирать, не повредив его. Материал можно наматывать вокруг предметов, не повредив его. Материал можно складывать, не повредив его. И материал можно запустить в дешевое массовое производство. Вы должны обвести, да или нет. Оценка выполнения задания. Ответ принимается полностью, 1 балл. Если вы угадали все 4 правильных ответа. Это да, 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 нет в указанном порядке. Ответ не принимается, если другие ответы или ответ отсутствуют. Вопрос второй. Какой лабораторный прибор может быть использован для того, чтобы определить, проводит ли ткань электрический ток? Варианты. Оценка выполнения задания. Тип вопроса с выбором ответа. Компетенция научное объяснение явлений. Содержание технологической системы. Область применения. Связь естествознания технологий. Контекст личностный. Оценка выполнения задания. Ответ принимается полностью, 1 балл. Если вы выбрали вариант А, вольтметр. И ответ не принимается, если другие ответы или ответ отсутствуют. На этом наше занятие окончено. Всего доброго. До свидания.